Чао, рогатцы! На связи Академия Лайсбёрд и я Оксана. И сегодняшний ролик у нас будет посвящён необычному для всех вдохновению. Мы уже вдохновлялись и фильмами, и знаками зодиака, и брендами одежды, и даже камнями. Ну а сегодняшнее моё вдохновение, оно обусловлено тем, что я совсем недавно начала изучение кулинарии и закончила курсы, и мне очень нравится этот процесс, нравится приготовление еды, нравится смотреть, как меняется, трансформируется сам продукт, как он меняется с добавлением каких-то необычных специй, либо простых очень специй, таких как соли и перца. И сегодня я подумала о пасте, итальянской пасте неаполитана. Паста на поле. И поэтому я буду делать сегодня некий сет-дизайн. Вообще, в целом, тема сет-дизайна с каждым годом становится всё более популярной. Возможно, вы уже находите всё больше фотографий, каких-то работ с использованием большого количества фруктов, овощей, каких-то дополнительных декоративных элементов. И сегодня мы сделаем нечто подобное. Для этого я далеко не ходила, у меня не такой уж большой сложный состав. И вообще, это поле для вашего творчества, и это поле для того, чтобы вы начали работать с разными материалами, пробовать разные техники, разные формы композиций. Ну и вообще, лето — это благоприятные условия для того, чтобы бесплатно, так сказать, креативить. У вас есть дача, у вас есть рядом поле. Вот эти колоски я сорвала совершенно случайно. Мы ехали вот как раз в гости на дачу, и совершенно рядом, то есть поле было выкошено, и остались маленькие колосочки. Вот они у меня сегодня в вазе. У меня есть бирграсс высушенный тоже. У меня стоял дома букет с бирграссом. Я его в итоге перевернула, сделала так, чтобы у меня высушился, и вот такие вот макаронины у меня здесь тоже появились. Глориоза. Конечно же, это у нас не растет на грядке, но это может быть абсолютно друг. Все, что угодно, на мне сегодня попалось в холодильнике. Остатки. Совершенно не новые. Из цветов у меня также есть желтые розы, которые напоминают нам о солнечной Италии, и очень хорошо перекликаются и с пшеницей, и с бирграссом, и вот еще у меня здесь есть фетучинь. Ну и также есть ветки помидоров, которые срезала из своего домашнего огорода балконного. Так что весь этот материал сейчас будем соединять воедино и делать классный сет-дизайн. Погнали! Начинаю я немножечко с подготовки оазиса, обрежем лишний, ненужный. Мне нравится чашу, которую я выбрала, за счет того, что она достаточно глубокая. Вот здесь я могу расположить наши томаты для того, чтобы прикрыть оазис и плавно, возможно, чтобы эти томаты перетекли в горку, которая будет располагаться внизу. Так, подготавливаем оазис и начну я, скорее всего, с колосьев. Они мне зададут высоту, объем композиции и дальше буду уже работать с другими цветами. Располагаю колоски на разной высоте. Визуально представим, что у меня есть одна точка роста, вот бросили зернышки и из этих зернышек у меня начинает прорастать пшеница. Она не хаотично расположена по всему оазису, вот ежиком, а у меня есть одна, так скажем, точка и из нее начинают расти, прорастать колоски. Немножко они могут раскрываться, так скажем, я их не все ставлю в параллельной технике. Немножко могу подставить под углом, чтобы вот создался такой эффект объема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Еще один элемент декоративный, который вот пришел мне на ум сделать пергар, сложила вдвое, зафиксировала это все проволокой толстой. Вот мне важно здесь добиться эффекта вот таких вот скрученных макарон. Макарон. А мне нравится, между прочим. Так, давайте с розами определимся. Задача нестандартная, от этого креативиться как-то более интересно. Мне прямо интересно посмотреть, что же получится, каков будет результат. Ну и конечно же, когда вы делаете композицию, нужно смотреть на нее не только вот под углом, как вы находитесь с высоты вашего роста, но и отходить на более дальнее расстояние, присаживаться, посмотреть на нее с более низкой точки, потому что она может стоять и выше на каком-нибудь подиуме. Она со всех сторон должна быть. Сама вся композиция и весь сет дизайн выполнен красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сделала гирлянду из томатов черри, но проволока оказалась достаточно потенна с сечением 1,2, но все равно не очень устойчива. Поэтому я сделала еще одну такую заготовку из той же проволоки с сечением 1,1,2 и сейчас она нам поможет поддержать наши томаты, чтобы они не падали. Есть некое сейчас ощущение, что у нас вот левая сторона, она достаточно тяжелая и вся композиция начинает оптический вес забирать. То есть нам нужно сбалансировать эти обе части композиции. Здесь она более легкая, здесь почти нет цвета, потому что он такой нейтральный, разбеленный. Здесь у нас есть и желтый, и зеленый, и красный. Поэтому эту сторону нам нужно подусилить. Скорее всего, я сейчас сделаю достаточно большую, объемную здесь горку из томатов. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вуаля! Наша композиция готова. Что у меня здесь вышло? На самом деле мне нравится, что получилось. Здесь использованы разные техники. Работала я на оазисе. В основном композицию собирала на ней, но у меня также есть отдельная вот такая прилегающая композиция из томатов. Здесь я использовала шпажки для того, чтобы зафиксировать их друг на друге и сделать такую горку. Также у меня есть гирлянды и бусы из томатов тоже. Также у меня есть бирграсс, который я скрутила петли и зафиксировала тоже проволокой. У меня есть еще и гнезда читучини, которые представлены здесь. Они также закреплены друг к другу на проволоку и воткнуты в оазис. То есть у меня оазис соединяется центром притяжения, центром фиксации как продуктов, так и цветов. Еще момент. Я надломила пшеницу прям под голову, чтобы создался такой эффект большего объема, большей растребанности, чтобы был эффект, что у меня пшениц является продолжением всей композиции, а не отдельным ее элементом. То есть, если вы заметили, у меня много пчавых, поворотливых, таких вот закругленных элементов, пшеница в целом тоже задается какая-то дополнительная геометрия, которая поддерживается на протяжении всей моей работы. Вообще все то, что сегодня я сделала, для меня это тоже некий выход из зоны комфорта. Если мы постоянно делаем какие-то букеты и коммерческие композиции, то для вдохновения иногда этого маловато. То, что мы сегодня сделали, это вот как раз выход за рамки и это большое поле для творчества. Поэтому вы тоже смело можете вдохновляться вообще всем, чем угодно, пробовать работать с новыми материалами, пробовать работать с новыми техниками. Это большое поле для творчества. А я хотела еще раз вам напомнить, что вы можете искать вдохновение абсолютно в разных, неординарных местах, как, например, сегодня это кулинария и моя интерпретация пасты неаполитан. Я желаю вам пробовать, искать, творить, креативить, ну а главное не бояться. Всем чао, ребята!